Всем привет! С вами альтернативная гитарная школа iRockstar, и я, Дмитрий Левик. Мы продолжаем разбирать песню Гарри от группы Груто, и в этом видео я покажу партию второй гитары, которую я назвал соло-гитары. Партию первой гитары я разобрал в этом видео, перейди по ссылочке, посмотри. Если ты хочешь посмотреть кавер от команды iRockstar на эту песню, заходи сюда. Переходим к разбору. Соло-гитара подключается к нам после куплета, до этого она молчит, и вступает она в части, которую я назвал предприпев. На английском это звучит как прихорус, и ничего лучшего, чем предприпев, я не придумал. Сыграю вам его. Эта штуковина состоит у нас из четырех тактов. Такт один. Начинаем мы с третьего лада четвертой струны. Начинаем мы с того, что безымянным пальцем прижимаем четвертую струну на третьем ладу, затем ставим указательным малое баре на первом ладу, на второй и третий струнах. И начинаем играть. Начинаем с четвертой струны. Четвертая, третья, вверх, вторая, третья. Еще раз. Четвертая, третья, вторая, третья. Затем мы поднимаем безымянный палец, а баре здесь оставляем на третьей и второй струне. Затем делаем легато посредством хамерона и пулофа на втором ладу второй струны. То есть мы дернули вторую струну, ударили хамерон, пулоф убрали, и затем дергаем третью струну. Все вместе это. Еще раз. Несколько слов аллигато. Если ты в нем так же крут, как и Зак Уайлд, то просто промотай эту инфу до этой секунды. Ну а если ты новичок, то слушай и смотри внимательно. Для того, чтобы получить качественный хамерон, ты должен добиться не силы прижатия, а скорости. То есть твой палец должен не медленно и вяло прижимать, а должен быть быстрым, как бросок кобры, и резким, как ниндзя в ночи. То есть, когда ты цепляешь струну, так же ты должен это делать достаточно сильно, чтобы придать ей правильный импульс и слышать такой удар. Тогда это получится красиво. Теперь пулоф. То есть ты сделал хамерон, затем резко поднимаешь палец вверх, но не просто вверх, а слегка по диагонали, для того, чтобы подцепить струну. Естественно, когда ты играешь этот фрагмент, ты только один раз бьешь медиатором по струне, а все остальное играешь пальцами. Ну это так, на всякий случай. Соединим первый такт. Такт, два, раз. Переезжаем на шестой лад указательным пальцем и оставляем здесь же баре на второй и третьей струне. Затем, по сути дела, играем то же самое, что и в предыдущем такте, то есть... То есть мы ударяем струну, прижатую на шестом ладу, вторую. Ударили, сделали хамерончик на седьмой, пулоф убрали и затем третью струну, прижатую на шестом ладу. Затем мы переезжаем на пятый лад, то есть на один лад назад. Играем то же самое. И заканчиваем этот такт тем, что мы мизинцем дотягиваемся на восьмой лад четвертой струны. Сыграли. Для этого потребуется хорошая растяжка. И снова возвращаемся на третью струну, прижатую на пятом ладу. То есть таким образом. Сыграю такт два. Раз. Обрати внимание на сложный ритмический рисунок этого такта. Сыграю тебе его несколько раз, для того, чтобы ты мог потренироваться. Раз. 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 Соединим теперь такт один и такт два. Такт три. Начинается он точно так же, как и такт один. То есть... Но в конце мы не заканчиваем на первом ладу третьей струны, а играем еще две ноты указательным пальцем на четвертой струне и на третьей струне, предварительно прижав на них баррель. Сыграю вам весь этот такт медленно. Еще раз. Сыграю третий такт. Еще раз. Такт четыре. Раз. Здесь мы начинаем его точно так же, как и такт два. То есть раз. Но вместо того, как мы играли раньше, это мы не играем, а делаем просто... Там, там, там. Просто прижми указательным пальцем пятый лад второй и третьей струны и сыграй вниз, вниз, вниз. На последнем вниз слайд. Сыграю весь этот такт. Раз. Сыграем вместе все четыре такта. Раз. Движемся дальше. Припев соло-гитара играет в унисон вместе с ритм-гитарой, то есть то же самое. О том, что там происходит, посмотри, пожалуйста, в первой части этого урока с этой секунды. Дальше мы перемещаемся во времени и переходим аж к соло. Состоит оно из двух частей. Сыграю часть один. По сути, это тот же предприпев, который мы уже разобрали. Только в четвертом такте вы играете не а то есть вы начинаете точно так же, как во втором такте предприпева, но можно не доиграть одну нотку на пятом ладу, а сделать слайд на восьмом ладу четвертой струны. то есть переходим ко второй части соло. Эта часть тот же самый предприпев, но сыгранный на октаву выше. И он актуален для счастливых обладателей электрогитар или акустик с вырезом, как у меня, потому что мы будем использовать вплоть до пятнадцатого лада. И если вы играете на классической испанской гитаре, вам придется нелегко. Но, тем не менее. Начнем ее так. Ставим безымянный палец на десятый лад третьей струны, затем средний палец на девятый лад второй струны и указательный палец на восьмой лад первой струны. Играем по струнам. Три, два, один, два. Три, два, один, два. Это арпеджио аккорда FM. Затем играем уже знакомую нам часть. Для этого мы указательным пальцем остаемся на восьмом ладу первой струны, задергаем ее, затем делаем хаммерон, потом пулов, и тем же средним пальцем переходим на девятый лад второй струны. Итак, сыграю вам первый такт второй части соло. Еще раз. Затем едем на тринадцатый лад первой струны указательным пальцем и играем такой же фрагмент. Затем смещаемся на один лад вниз и играем его же. И заканчиваем этот такт мизинцем на пятнадцатом ладу третьей струны и опять возвращаемся на тринадцатый лад второй струны. Сыграю вам первые два такта второй части соло. Следующие два такта третий и четвертый, они же и последние. Начинаем мы точно так же, как и в первом такте. То есть... Затем подставляем указательный палец на восьмой лад третьей струны. Сыграли. И затем снова возвращаемся на девятый лад второй струны. Потом можно сделать слайд на тринадцатый лад указательным пальцем и сыграть восемь ударов шестнадцатыми нотами переменным штрихом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Затем мы перемещаемся этим же указательным пальцем на двенадцатый лад этих же струн трех. Подставляем средний палец на тринадцатый лад второй струны и тоже восемь штрихов переменным шестнадцатыми. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И делаем слайд вниз. Сыграю четвертый такт. Соединим третий и четвертый такты. Сыграю вам все четыре такта второй части соло. Соединим все соло. Звучит в конце немножко как балалайка, но на электрогитаре будет звучать отлично. Так как песня в конце заканчивается большим количеством предприпевов, можно до конца играть то же самое. На этом рассказ мой исчерпан. Я буду доволен как офисный работник в день зарплаты, если ты поставишь лайк этому видео и подпишешься на наш канал. Заходи также на наш сайт irockstar.tv и читай полезную гитарную информацию в моем блоге под названием «Будь в теме». Ну и, конечно же, приходи заниматься в нашу школу, так как она самая крутая. А с тобой были альтернативная гитарная школа irockstar и я буду доволен. До следующей недели. Пока. Редактор субтитров А.Семкин